среднего бизнеса, работающих в сфере интернет-бизнеса. Сейчас презентацию нам включат. Во-первых, хотелось бы поблагодарить всех организаторов, всех, кто помогал нам в организации этой секции. Большое спасибо. Передаю слово Максиму. Добрый день. Я хотел бы… Добрый день. Добрый день. Меня зовут еще раз Максим Рыбин. Я работаю в инвестиционном холдинге Финам. И хотел бы рассказать о кредитовании малого и среднего бизнеса в сфере информационных технологий IT-компаний. Ну, собственно, я буду переключать слайды. Можно будет видеть то, о чем я говорю визуальную. Прежде всего, хотелось бы рассказать о… Ну, даже не рассказать, а сказать несколько слов о в целом инвестиционном холдинге Финам, что это такое. Наверное, многие об этом знают, что это такое, да, что это за компания, но тем не менее. Значит, инвестиционный холдинг Финам был основан в 1994 году. На данный момент это одна из ведущих инвестиционных компаний в России, если не в СНГ. Мы предлагаем и как физическим, так и юридическим лицам, очень большую линейку услуг. Там это возможность инвестировать средства в какие-то активы, там доверительное управление, там рынок ценных бумаг и так далее, да, до услуг, связанных с инвестиционно-банковскими какими-то продуктами, это продажа бизнеса, IPO и так далее. На следующем слайде видна информация по поводу Финам Global Investment Fund. Дело в том, что данный фонд является одним из самых успешных инвесторов. В лице данного фонда Финам инвестирует в интернет-проекты и в принципе в нижней части слайда видны логотипы этих проектов. Я думаю, многие из них известны тоже. Это не только интернет-проекты, это, скажем так, проекты связанные с ТМТ-сектором. То есть это Deluxe Television, телеканал в Германии есть, указан в принципе. Delta Pay, платежная система. Вот. Ну, как в принципе здесь указано, под управлением инвестиционного холдинга Финам в лице Финам Global Investment Fund находится более 20 компаний и на данном этапе инвестиционный портфель оценивается примерно в полмиллиарда долларов. Далее мы хотели бы поподробнее поговорить именно относительно кредитования, собственно, о чем вот большая часть доклада будет. Соответственно, следует сказать, что в состав инвестиционного холдинга Финам входит коммерческий банк Финам, который является оператором по кредитованию компании ТМТ-сектора. Финам Глобал как инвестиционный фонд совместно с ЗАО Банк Финам осуществляет кредитование компаний в сфере e-commerce, в сфере social networks, mobile applications и других различных видов ТМТ-сектора, которые, ну, компании ТМТ-сектора, которые присутствуют на рынке. Но прежде всего, наверное, стоит сказать о том, что большинство банков традиционно, ну, довольно настороженно относится к подобным компаниям, то есть крайне неохотно выступают в качестве кредиторов данных компаний, потому что традиционно считается, ну, в такой консервативной банковской точки зрения, что данный сектор достаточно рискованный. И, как правило, предоставление займов данным компаниям, оно сопряжено с большими, скажем так, тяготами в отношении залогов, отношении поручительств и так далее. И в целом сектор, он не вызывает оптимизм у банков. Вот, как бы понимая то, что на рынке есть некая ниша компаний, которые объективно нуждаются в деньгах на пополнение оборотных средств, на различные инвестиционные цели, мы приняли решение о запуске продукта, который, собственно, ну, как бы называется кредитование малого и среднего бизнеса в сфере интернет-проектов. Значит, главное, как бы, наше преимущество, на наш взгляд, в том, что мы очень хорошо знаем этот сектор, то есть мы, поскольку являемся инвесторами очень активными в данный сектор, мы понимаем специфику данного рода компаний и мы понимаем, как их правильно оценивать. У нас есть очень хорошая экспертиза. И там, где стандартный, ну, обычный коммерческий банк может, как бы, столкнуться с определенными сложностями при оценке, скажем, интернет-активов или каких-то медиа-активов, да, у нас из-за того, что накоплен богатый опыт по оценке, по инвестициям в данный сектор, таких сложностей это не вызывает. Вот, поэтому это одно из наших, так сказать, базовых, наверное, преимуществ. Перейдем к следующему слайду. Здесь кратко говорится об условиях, об основных условиях, которые мы, ну, скажем так, закладываем при рассмотрении заявок на кредитование интернет-проектов. В принципе, они довольно такие простые, то есть кредит выдается на срок до трех лет, причем мы рассматриваем, я просто поясню, здесь указано кредит выдается, мы рассматриваем не только кредиты, мы рассматриваем и овердрафты, и кредитные линии, и массу других финансовых продуктов в рамках, ну, скажем так, кредитного профиля продуктов. Вот, поэтому мы довольно гибко можем предлагать интернет-компаниям те или иные продукты, которые они хотят. Соответственно, по суммам у нас пока установлена планка от миллиона до 30 миллионов рублей, потому что эта сумма, она как бы складывается из нашего опыта, связанного с обращениями к нам различных стартаперов, компаний, которые представляют интернет-индустрию. Как правило, на каком-то этапе им нужны средства, ну, в среднем, в данном диапазоне. Не исключаем, что в дальнейшем мы можем рассматривать варианты, связанные с увеличением данного диапазона, то есть это не какие-то жесткие цифры. То есть мы будем исходить из конкретного, так скажем, развития данного рынка, из потребностей компаний, которые работают на этом рынке и, соответственно, уже принимать определенные решения. На следующем слайде мы также продолжаем, ну, как бы рассказывать о том, какие у нас условия. Соответственно, уделяется вот здесь вот, если можно видеть, процентные ставки внимания и обеспечению. Значит, сразу скажу, что мы не являемся каким-то государственным банком, у нас нет дешевых денег СЦБ, да, как у некоторых банков, поэтому мы применяем коммерческий подход при установке базовых ставок. Главное, что мы учитываем при определении процентной ставки, это риск, уровень риска, который на нас ложится при рассмотрении заявки, при потенциальном кредитовании какого-либо заемщика. Как здесь указано, мы определяем его индивидуально, вот, мы оцениваем финансовое состояние предприятия, там, перспективы его развития, вот, и, соответственно, различные условия, они тоже влияют на процентную ставку. Ну, естественно, мы привязываемся к ставке рефинансирования, потому что ставка рефинансирования утверждается Центробанком, вот, и здесь мы тоже, конечно, учитываем это. По поводу обеспечения, значит, вот именно, наверное, вопрос с обеспечением, он является, на наш взгляд, вот, исходя из опыта, наиболее актуальным, потому что, как правило, компании инновационной и интернет-индустрии, они, ну, как правило, не обладают необходимыми видами обеспечения в виде каких-то твердых активов, да, связанных там с недвижимостью, с, там, не знаю, оборудованием каким-то и так далее. Поэтому приходится рассматривать какие-то варианты обеспечения, не связанные напрямую с твердыми видами залога. И это главный, на наш вот взгляд, как бы, специфика кредитования интернет-компаний, инновационных компаний в России в целом. Соответственно, мы, как здесь вот указано, готовы выступать в качестве кредитора, если нам предоставляют залог акции компании, ну, доли в уставном капитале, соответственно, да, различные нематериальные активы в виде лицензий, в виде, там, личных поручительств тоже мы рассматриваем и так далее. Соответственно, те права на интеллектуальные какие-то продукты, мы тоже рассматриваем среди прочих видов обеспечения, которые мы хотели бы видеть. У нас, как я уже сказал, накоплен довольно богатый опыт работы с компаниями этой сферы. Вот, и поэтому, собственно, для нас главное понимать, что это за бизнес, как он развивается, куда он идет, от чего зависит прибыль, выручка и так далее, как она структурируется. Исходя из этого, при учете залога, мы уже принимаем конечные решения. Ну, на следующих слайдах, в частности, вот на первом слайде мы кратко описываем схему, ну, для потенциальных, так скажем, заемщиков, схему предоставления кредита финамом. Значит, первый шаг это, ну, естественно, получение фондом заявки. Здесь указан, ну, email, соответственно, инвест собачка.корп.финам.ру с пометкой кредитования, на который можно высылать информацию, связанную с заявками. То есть вы можете указывать, соответственно, какой вид продукта вы хотели бы, срок, процентную ставку, соответственно, да, мы указали, там, это 17 процентов, она у нас как бы будет, да, учитываться. И те ключевые моменты относительно проекта, которые вы бы хотели осветить сами. Получив данную заявку, мы, как правило, сразу же связываемся с потенциальным заемщиком, мы прорабатываем с ним какие-то моменты, задаем вопросы, организовываем встречу, выясняем подробно, насколько он успешно работает, с чего он начал, кто его клиент и так далее, да. И если нас, скажем так, устраивают все факторы, связанные с данными параметрами, мы выносим заявку на рассмотрение кредитного комитета. Соответственно, если, ну, скажем так, заявка вызывает положительный отклик, то принимается решение о выделении средств данному конкретному заемщику. Заключается, соответственно, с ним будет, ну, как бы, соглашение о намерении, да, собственно, шаг третий, это заключение с претендентом соглашения о намерении. Проводится due diligence. Ну, due diligence, это, в общем-то, понятно, да, это обычная стандартная оценка бизнеса, не только связанная с, скажем так, какими-то финансовыми параметрами, в том числе в плане безопасности и всяких там документов юридического характера, то есть всесторонний, полный аудит. Дальше это уже начинается, скажем так, работа в качестве кредитора, то есть предполагается, что мы выдаем деньги и, ну, перед тем, как выдать деньги, естественно, подписывается кредитный договор. Соответственно, мы работаем на тот срок, на который мы подписали кредитный договор. В кредитном договоре фиксируются все основные условия, то есть, кто будет заемщиком, соответственно, какая там сумма, какой срок, какая валюта, как правило, мы в рублях работаем, вот, виды погашения, как заемщик хочет гасить сразу тело, вернее, тело и проценты ежемесячные, или тело, например, в конце срока кредита и так далее, что это за вид, овердрафт, кредитование или кредитные линии там и так далее. Исходя из этого, уже прописываем это в кредитном соглашении. Ну, соответственно, когда заканчивается срок действия кредитного соглашения, мы выходим из проекта, если, соответственно, у компании, которая с нами работала, возникает желание продолжить с нами сотрудничество, мы это тоже рассматриваем и, собственно, готовы кредитовать и дальше. Ну, в общем-то, кратко, если то все. Вот, я готов выслушать ваши вопросы, с удовольствием отвечу, соответственно. Спасибо. Да, действительно, есть такие примеры. Мы уже кредитовали несколько проектов и, соответственно, у нас есть положительный опыт, который связан с кредитованием интернет-проектов. Опыт, я как я уже сказал, положительный, поэтому мы решили этот опыт как бы сделать таким, знаете, широко распространенным и предлагать его в широкое, так сказать, использование. Ну, на самом деле у нас как бы не так их много пока, да, но в принципе мы можем, конечно, называть. То есть это проект Credit Cards Online, который частично принадлежит Финаму. Вот, это проект, связанный с генерацией лидов на получение кредитных карт и, соответственно, мы кредитовали этот проект. У нас есть еще ряд других проектов, которые мы кредитовали. Что? Не принадлежащих Финаму, да, есть. Ну, вы знаете, мы просто… Нет, 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 на самом деле не так, потому что мы рассматриваем варианты, связанные с, я еще раз говорю, с различными видами обеспечения, которые обычные коммерческие банки даже не смотрят. То есть они даже не рассматривают варианты, связанные с материальными активами. То есть лицензии, какие-то права. Смотрите, мы применяем довольно гибкий подход и, исходя из того, что мы видим, да, мы уже принимаем какое-то решение взвешенно. Мы понимаем, что если это стартап, понятно, что у него нет там какой-то постоянной прибыли, выручки и так далее. Мы стараемся взвешенно подойти к решению по поводу предоставления денег. Соответственно, мы рассматриваем варианты поручительства третьих лиц, залога от третьих лиц и так далее. То есть все может быть довольно гибко. Мы рассматриваем варианты долей в этом проекте как залог. То есть, в принципе, об этом говорилось. Ну, как, в принципе, я рассказывал, у нас этот конкретный доклад был посвящен теме кредитования. Вот. Но в целом, конечно, финам инвестирует. Почему не? Ну, в общем-то, да. Да, конечно, конечно. Мы объясняем нашим клиентам. Ну, вы знаете, на самом деле, вот при всем, как говорится, ну, недостаточном, скажем так, финансовом образовании стартаперов, да, компаний интернет-сферы, мы, в общем-то, сталкиваемся в основном с компаниями, которые знают, чего они хотят. То есть они приходят и говорят, что мы хотим там кредитную линию, потому что там это, это, это. Мы хотим овердрафт, мы хотим кредит и так далее. Конечно, безусловно, мы изначально, когда встречаемся с компанией, мы проговариваем, что они хотят. То есть мы исходим из того, на что компании нужны деньги. Если это пополнение оборотных средств, это одна история. Если кассовые разрывы, это другая история. То есть все зависит от того, на что нужны деньги в конечном итоге. Ну, я бы не сказал, что это консалтинг, это скорее, скажем так, оценка рисков для нас, как кредитора, относительно той компании, которую мы кредитуем. Уважаемые коллеги, у нас, к сожалению, жесткий график и, соответственно, время лимитировано. Наше следующее выступление. Знаете, все вопросы давайте после секции тогда хорошо обсудим. Следующее выступление Павел Черкашин, известный бизнес-ангел, соответственно, расскажет, поделится своими идеями по поводу того, как, соответственно, проекты должны мотивировать инвесторов инвестировать все средства в них. Павел, вам слово. Да, добрый день. Меня зовут Павел Черкашин. Я один из нескольких тысяч людей, которые сейчас в России занимаются инвестициями на ранней стадии, так называемой бизнес-ангелы. Я вкладываю небольшие деньги, обычно десятки тысяч долларов в проект на этапе от идеи до первых доходов и потом помогаю выйти уже на более крупных инвесторов за более серьезными инвестициями. У меня около десятка проектов сейчас в портфеле. Я занимаюсь только интернет-проектами. Если кому-то будет интересно, всегда могу рассказать более подробно. Я решил сегодня рассказать одну вещь, которая мне кажется очевидной, она очевидна для многих инвесторов, но почему-то непонятна для стартапов. Стартапы очень часто спрашивают, как привлечь внимание инвестора, почему мы отправляем куда-то информацию, а нам никто не отвечает, нас игнорирует. Я хочу дать несколько таких практических советов о том, как сделать так, чтобы не игнорировали. Для начала поставьте себя на место инвестора. Я получаю больше двухсот предложений от разных проектов в месяц. Плюс через социальные сети друзья обращаются. Все эти проекты достаточно однотипные. Все люди пишут по одному шаблону одни и те же вещи. И вычленить даже тех, с кем имеет смысл встретиться, бывает довольно сложно. При этом нам, как инвесторам, на самом деле очень хочется найти нужные проекты, но позволить себе там встретиться с каждым из них, просто больше ничем заниматься невозможно будет. Но при этом есть несколько вещей, которые я для себя определил, как те, на которые я всегда обращаю внимание. Любой инвестор обращает внимание. Если хотя бы там два или три из перечисленных здесь вещей у вас будет присутствовать в вашем первом обращении к инвестору, шансы на то, что вы получите встречу и, соответственно, дальше имеете возможность закрыть сделку, увеличиваются в несколько раз. Казалось бы, очевидные вещи, но их бывает сложно вычленить. Первое, есть ли у вас какой-то прошлый опыт или у кого-то в вашей команде прошлый опыт предпринимательской деятельности. Если он есть, значит, это нужно выпячивать на первое место. Как американцы, вы пишете первое письмо, вы говорите, я там основатель такой-то, такой-то компании, там продал или что-то сделал, а потом уже начинаете рассказывать про себя. Это очень хорошо влияет, это такой первый самый сильный крючок. Второй крючок, это если вы в рамках обращения даете какую-то ценную информацию для инвестора, что-то новое, про новый рынок, какие-то цифры интересные, инфографику. Часто достаточно для инвестора поводом встретиться является то, что его заинтересовала та или иная информация, он хочет расковырять ее поглубже. Как ни странно, очень хорошо влияет на работу с инвесторами дизайн. Почему-то большинство стартаперов уделяет этому самое маленькое внимание, хотя на самом деле в этом секрет. Мы подсознательно, любой человек воспринимает, что если вещь хорошая, красивая, она не может быть плохой. Если у вас полная какашка стартап с точки зрения технологической начинки, но при этом она красиво упакована в дизайн, вероятность того, что вы привлечете внимание на порядок больше, нежели чем у вас мощная технология, но совершенно дурацкий дизайн. Как сделан дизайн ваших материалов, вашей презентации. Для инвестора наличие художественного вкуса у человека или хотя бы понимание того, что такое говно, а что такое не говно, уже имеет огромное значение. Наличие любых альтернативных мнений, то есть сказать, что вот наш проект уже одобрили эти, те, вот что сказал про нас эксперт какой-то. Если вы посмотрите, как опять же американцы презентуют любой свой проект, они на первое место выпячивают, что вот Вася Пупкин сказал о том, что наш проект это революция на нашем рынке. Вы это в кавычки засовываете на первую страницу, это очень хорошо воспринимается. Даже если вы не можете найти, ну еще лучше воспринимается, когда вы говорите, вот мы там ищем, не знаю, сто тысяч долларов, из них пятьдесят тысяч мы уже нашли у других инвесторов, вот такие-то и такие-то. Да, это тоже увеличивает ваши шансы в несколько раз. Юмор, да, может показаться странным, но на самом деле по психологическим законам чувство юмора является признаком интеллекта. Если вы способны, даже если у вас нет этого чувства юмора, найдите кого-то, у кого это чувство юмора есть и пусть он вам посоветует, как это правильно преподнести. Если вы способны показать свое чувство юмора, это привлечет внимание. Это не значит там грубость, хамство или еще что-то, это значит вот именно тонкое чувство юмора. Оно всегда увеличивает шансы на успех. Внимание прессы, да, когда про вас кто-то написал, для меня это был первый раз было откровением, но про вас написали крохотную заметку на последней странице ведомостей, это там гарантированно от пяти до десяти звонков инвесторов в течение следующей недели. Если там кто-то хабра-хабра, это там три звонка, но тем не менее, как ни странно, большинство инвесторов все равно ориентируется на прессу. Опять же, подсознательно у нас ощущение, что ведомости не могут плохое написать. Если они говорят, что это работает, значит это работает. По крайней мере, большая часть инвесторов именно так думает. Поэтому внимание прессы, любое, которое вы сами же опять можете выпячивать, имеет очень большое значение. Опять же, все, что я вот сейчас рассказываю, это больше к вопросу о первом контакте. Понятно, что это вам не продаст бизнес в целом, но это, по крайней мере, обеспечит вам встречу с инвестором, на котором вы уже получите обратную связь и для себя решите, хотите вы дальше продолжать или не хотите. То есть резюмирую по этому. Главное это чем-то выделяться. Если вы не можете выделяться каким-то прошлым опытом или уникальной информацией, ну хотя бы выделяйтесь дизайном или чувством юмора или какой-то цитатами известных людей про ваш сервис. Сделать это несложно, на это уйдет там несколько дней, но зато шансы на отклик от инвесторов у вас будет уже совершенно другой. И при этом, даже если вот этот первый этап не сработал, то есть, грубо говоря, если вы быстро не смогли поймать инвестора на какой-то из этих крючков, тогда запускайте донные удочки. Я не очень большой рыболов, но, к сожалению, другой аналогии не придумал пока. То есть, есть когда, я так понимаю, вы ловите с поплавком, а есть когда вы забрасываете на ночь куда-то в глубину тины и ждете, когда крупная рыба хапнет. Вот здесь действует точно такой же метод. Вы можете с инвесторами работать по принципу длительной осады. Даже если вам не ответили, это не значит, что инвестор не заинтересован. Это значит, что, скорее всего, у него просто не было времени посмотреть. У него очень много проектов, может быть, сейчас. Ничто не мешает обратиться снова и снова, до тех пор, пока вас, по крайней мере, не пошлют или не дадут положительный ответ. Я считаю, очень неправильно просить у инвестора давать ответ. Очень много стартаперов ходят, прислав свою презентацию, говорят, вот скажи, интересно или неинтересно. Если неинтересно, ну все, мы так хлопаем дверь и уходим. Вместо этого лучше не спеша обеспечить коммуникацию, рассказывать про свой проект. Потихонечку, капелька за капелькой, вы создадите уже у инвесторов ощущение, что у вас устойчивый бизнес, в который имеет смысл инвестировать. При этом иногда вы должны понимать, что у меня, например, часто бывают ситуации, когда я готов инвестировать в проект уже на первой встрече. Я уже все, в принципе, понял, мне все нравится. Но я все равно буду тянуть какое-то время. Я еще пару месяцев протяну, задавая какие-то каверзные вопросы, ставя какие-то нерешаемые задачи, просто для того, чтобы понять, как будет вести себя человек в такой ситуации. Сработаемся мы с ним или не сработаемся? Действительно ли он настолько упорный и сжился со своим проектом, что в него стоит инвестировать деньги? Или может быть для него это все развлечение, забавы? Поэтому не относитесь к препонам со стороны инвесторов, как к тому, что они там, не знаю, тупые или что-то не понимают. Это на самом деле просто некий защитный механизм для того, чтобы отсеять тех, с которыми сложно будет потом работать. И еще последнее, что я хочу сказать, это то, что в мире существует такое понятие, как пайват. То есть это когда стартап изменяет направление своей деятельности. Вы попробовали одно направление, оно не сработало. Вы говорите, ну ничего страшного, мы попробуем сейчас немножко по-другому. Вы там изначально хотели строить портал для потребителей, потом поняли, что эта технология для потребителей не очень нужна, например, нужна для бизнес-пользователей. Вы переквалифицируетесь на бизнес-пользователей. Вот средний стартап проводит 2-3-4 таких пайвата, пока не становится успешным. В России до сих пор считается это каким-то позорным делом. Раз бизнес-план не сработал, больше пробовать не будем. На самом деле такой пайват – это хороший повод еще раз прийти к инвестору. Сказать, вот мы вам приходили полгода назад, вы сказали, что проект у нас полная ерунда, а вот мы теперь сделали вот такое изменение, может быть, теперь он будет более интересен. Это лишний повод еще раз попробовать поклевку с инвесторами. Вот, собственно, все, что я хотел сказать сегодня. У меня, я так понимаю, всего 10 минут, поэтому так быстренько. Но, тем не менее, у меня есть много еще всяких презентаций. Если кому-то интересно, подходите. Сам я, как я уже сказал, сам инвестирую, и у меня много партнеров, с которыми мы соинвестируем. И, в общем, готов ответить на вопросы и рассказать что-то. Да. Да, давайте один вопрос, вот, коротко. За деньгами это вот к ним. Это первая проверка для стартапа. Открыть Google, набрать Павел Черкашин и найти 50 тысяч способов, как можно меня найти. Facebook, LinkedIn, только вот неодноклассники. И Павел Собака Черкашин.ру, Twitter. В общем, наверное, сложно не найти меня, если будет желание. Аукцион, да, давайте сделаем. На бирже сейчас увидим. Так, итак, спасибо, Павел, за интересный живой доклад. Наш следующий докладчик Николай Давыдов, инвестиционный менеджер фонда прямых и венчурных инвестиций iTech Capital. Пожалуйста, Николай. Презентацию загрузите, пожалуйста. Спасибо. Если можно, постою, потому что что-то насиделся. Меня действительно зовут Коль Давыдов, я представляю фонд iTech. iTech, ну, я его сегодня уже питчил там на сессии в 12 часов, но для тех, кто не слышал, очень кратко расскажу. iTech новый фонд, ритейловый, это примерно 30 инвесторов-физиков, все из российского интернета или IT. В частности, там такие люди, которых вы, возможно, много раз слышали, это Андрей Романенко и все основатели группы Киеви, это Фингер Винчель из DST Advisors, это Игорь Масанюк и далее там по списку все из индустрии, кто уже заработал свой капитал в IT и мы стараемся эти экспертизы транслировать на проекты. Инвестируем мы на такой довольно-таки поздний для интернета стадии, это когда компании уже зарабатывают устойчивые какие-то деньги и им требуются деньги плюс экспертизы на то, чтобы это масштабировать. Вот, но сегодня не совсем о том хотел рассказать, как раз Паша очень хорошо рассказал о том, как привлечь внимание инвестора. Будем считать, что вы привлекли его. Дальше, как выбрать правильный инвестор, какие вообще инвесторы бывают, как они работают, как они мыслят, но если это фонды, какие есть тексты, стратегии, чего можно поиметь с инвестора на каждом из этих этапов. Ну, очень быстро пройду по табличке, все знают стадии, я надеюсь. Пассивная, когда у вас есть идея, может быть бизнес-план стартовый, сделали какой-то прототип, начальная дальше идет долина смерти, если вы ее прошли, то это начальное расширение, когда вы уже начинаете зарабатывать какие-то деньги и там как-то расти плюс-минус. Быстрое расширение, это как раз та стадия, на которой вам нужны дополнительные ресурсы, в том числе вот как раз на этой стадии айтек инвестируют. Дальше уже там пре-паблик стадии, ну вот как DST Advisors, они инвестируют вот как Facebook, на такой пре-IPO уже этапе. Facebook, в Groupon такие у них инвестиции были. И дальше уже этап ликвидности, там для нас в Private Equity это Exit, для людей в Public Equity это Enter. Соответственно, инвесторы делятся на два типа по принципу того, зачем они инвестируют. Есть финансовые инвесторы, это те, кто хотят заработать на вложенные деньги в экстаз. Зарабатывают они либо там на дивидендах, как некие сургутские бизнес ангелы, либо как грамотные бизнес ангелы зарабатывают на изменении стоимости своего пакета акций. И всячески делают все то, чтобы эти акции стоили дороже. Соответственно, также по стадиям. На самых ранних стадиях инвестируют ангелы и венчурные пассивные фонды. Потом есть Good Old Funds и Private Equity Funds. Ну вообще Private Equity это как бы вся индустрия, но вот есть там те, кто называются просто Private Equity Fund, они как правило инвестируют на как раз такой поздней стадии. А мезониновые фонды, как вы догадались уже, игроки фондового рынка, когда уже компания вышла в паблик. Второй тип инвесторов это стратегические инвесторы. Стратегии это все те, кто могут захотеть купить долю в компании или компанию для того, чтобы исполнить один из элементов своей стратегии. Стратегии бывают четыре типа. По Игорю Ансову это экспансия. Для нее обычно покупают кого-то, кто делает то же самое. Вертикальная интеграция это когда ты покупаешь своего поставщика либо своего потребителя. Например, там компания, которая качает нефть, покупает бензоколонку. А горизонтальная интеграция, когда ты покупаешь своего конкурента. Диверсификация, когда ты там делал пасхальные яйца, стал делать иконы. У нас какой-то звук хороший идет. Расскажу тоже коротенько, как работают фонды. То есть фонд это... У каждой управляющей компании есть, как правило, несколько фондов, но фонд представляет собой некий мешок денег, который единожды собран, далее инвестируется в течение какого-то периода времени. После чего активы, купленные на этот мешок денег, продаются, и деньги от их продажи кладутся обратно, и в конце жизни фонды распространяются по всем инвесторам. Таких фондов у одной управляющей компании может быть от одного до бесконечности, но в целом каждый фонд это примерно 5-7 лет в интернете. Наш фонд тоже 5-7 лет, как неудивительно. И первые два года мы инвестируем, а вторые три года мы продаем. С момента знакомства с проектом проходит где-то в среднем 4 месяца до того, как будет осуществлена инвестиция. Какие-то сделки можно закрыть за месяц, в зависимости от сложности, срочности, какие-то за год. Расскажу, что делает фонд, уже купив. Вы уже знаете, как привлечь внимание. Долгая еще история представит о том, как продать долю, но это в основном юридические вопросы. Дальше фонд, когда входит в владение своей долей, что от него можно требовать, что можно просить, чего ожидать. Многие private equity инвесторы позиционируют себя как пассажиры на заднем сидении мотоцикла. То есть они не могут дотянуться до руля, но могут постучать по каске, наклониться влево-вправо, шепнуть что-то на ухо. И это можно очень хорошо использовать. Во-первых, у них взгляд на всю индустрию со стороны. То есть им видно лес, в отличие от тех, кто находится в самом лесу, который видит просто деревья. И это тоже можно использовать во благо. Плюс самое важное, что нужно обязательно брать от своего инвестора, это изменение капитализации. Если вы зарабатываете 100 рублей в год, то в большинстве случаев вы стоите 400 рублей. Задача private equity инвестора сделала так, чтобы вы стоили не 400, а 4000 рублей за счет того, что просто будет применяться другой мультипликатор. Вот эта стоимость, она будет формироваться, потом уже расскажу при экзите, там следующий есть слайд, она будет формироваться как раз за счет того, что у вас описаны все инструменты управления компанией. Созданы институты corporate governance. То есть это бюджетный комитет, наблюдательный совет, можно по-разному называть. Все решения документируются, проводятся в английском праве, как нужно. Ваша компания аудируется. И все это добавляет стоимости потом. Дальше, соответственно, фонд последние два, от полугода до двух лет занимается тем, что либо, перейдем на следующий слайд, разные экзит-стратегии, тем, что выходит из этого актива. Есть первая экзит-стратегия, это ликвидация. Ну, сами понимаете, почему она нам не нравится. А вторая, это management buyout. Это когда управляющие бизнесом, как правило, в интернете это фаундеры, говорят о том, что давайте вы нам сейчас проинвестируете 5 миллионов, а мы через 3 года выкупим вас. По хорошей оценке. Естественно же, инвесторы этого не любят, потому что у менеджмента есть рычаги на стоимость бизнеса, а у инвесторов их нет таких прямых. Поэтому тоже не нравится такая стратегия. Следующая стратегия – это привлечение следующего раунда инвестиций. К сожалению, в интернете и в принципе даже в рунете очень часто применяется схема «разведи следующего лоха». Она, конечно, кэшовая, но не очень позитивная с точки зрения того, что либо это будет пузырь, который будет надуваться и потом будет лопаться, либо как бы просто лохи на рынке закончатся на каком-то этапе. Поэтому рассматриваем реально две стратегии. Это продажа стратегу и продажа на публичном рынке. Про продажу стратегу. Опять же, стратег может захотеть вас купить, если эта покупка может выполнить одну из четырех его стратегий, в зависимости от того, что он решил для себя. На этом этапе работает точно такая же экономика впечатлений, как на этапе привлечения денег от бизнес-ангела. Это работает экономика впечатлений. Работает дизайн документов и работает правильный структурный подход к этому всему. Покупают точно такие же инвестбанкиры, продают тоже инвестбанкиры. Люди, которые привыкли видеть одинаковый сет документов по каждой компании, для них именно эти документы – это критерии качества актива. То есть, если у вас есть за четыре года последних такая папка с всеми решениями совета директоров, со всеми их резолюциями в английском праве, рядом лежит папка четыре годовых аудированных отчета компании, и рядом лежит еще всякие различные процедуры этой компании описаны, это то, как раз та бюрократия, на которую очень многие предприниматели жалуются, это то, что делают фонды. Они заставляют их писать отчеты, спрашивать чего-то. На самом деле это все реально увеличивает стоимость вашего актива. И если вот эти все документы приносишь, они смотрят, о, класс. А если нет, то они просто на самом деле будут точно так же, как и бизнес-ангела, на первом этапе это дело игнорировать. А стратегии хороши тем, что они любят переплачивать. У них есть альтернативная стоимость всегда инвестирования. Либо стратег может сделать это сам, если это в его стратегии, либо может кого-то купить. Если он считает, что для того, чтобы сделать это самому, надо потратить 100 рублей, понятно, что он к вашей справедливой стоимости готов уже что-то доплатить, чтобы не делать это самому, вот не тратить эти 100 рублей. У финансовых инвесторов альтернативной стоимости инвестиций нет. То есть они могут просто не инвестировать и ничего от этого не потеряют. Им не придется это делать. Это касается как раз паблик рынка. Но паблик рынок интересен… Да-да-да, окей, одна минута. Паблик рынок как раз интересен тем, что на нем проще получить доступ к нему неквалифицированным инвесторам и инвесторам, которые привыкли делать какой-то технический анализ и так далее. То есть они там такого другого немножко полета птицы. И там тоже можно получать очень хорошие мультипликаторы. Так, у меня… А, я туда нажимаю. Вот, про экономику впечатлений я сказал. Платят больше за компании, в которых все понятно и не надо рыться. Не надо делать в них трехмесячный due diligence. И платят за компании, ну в среднем за компании, у которых на борде сидит private equity фонд, процентов на 30 дороже. Потому что инвестбанк, когда продает он, любую фекалию может завернуть в одинаково красивую обертку. Если продает private equity фонд, понятно, что хотя бы для себя эти люди все процедуры сделали прозрачными, понятными и инвестор-френдли. Вопросы? Да, один вопрос. Да, пожалуйста. Ну, на самом деле, это вопрос такой экзистенциальный, сложный. Все зависит от оценки бизнеса. Если мы понимаем, что мы не можем оценить бизнес на данном этапе, то мы дадим конвертируемые ноуты. То есть это такая структура. Ну, нет, смотрите, здесь работает… Ну, я могу сказать, что от нуля, да, там от 0,1 до 50, потому что нам неинтересно владеть более чем 50% по понятным объективным причинам. Это раз, где мотивация. Б. Нам придется консолидировать отчетность компании в отчетность фонда и аудироваться вместе. И C. О чем мы делаем вообще как бы с бизнесом, в котором фаундер меньше половины. Ну, если, опять же, говорю, то, что если там деньги, которые нужны сейчас проекту, объективно дороже, чем весь проект на данном этапе, с большой долей вероятностью, как и инвесторы в долине, мы дадим конвертируемый, даже конвертируемый ноут, это называется, это не займ. Это когда мы даем 100 тысяч долларов, в обмен получаем бумагу, на которой написано, что эта бумага стоит 100 тысяч долларов и может быть обменена на акции компании на следующем инвестиционном раунде с дисконтом 30-40%. Вот. Отлично. Спасибо за ответ и выступление. Итак, наш следующий докладчик Денис Пряничников, руководитель рынка инноваций инвестиций, фондовой биржи ММВБ РТС, расскажет нам про возможности использования рынка инноваций инвестиций от начальной стадии, от стартапа и до, скажем так, выхода компании на публичный рынок. Пожалуйста. Спасибо большое за приглашение. Добрый день, уважаемые коллеги. Я действительно расскажу про то, чем занимается наша площадка, площадка для инновационных компаний, созданная на ММВБ РТС, сейчас единственная объединенная биржа России. Ну, вначале хотел бы просто сказать, что на самом деле вот этот вот путь от гаража до IPO является таким естественным для технологических компаний. Здесь классические примеры – это Google и Apple, их все знают. Единственное, что хотел бы на этом слайде отметить, то, что, допустим, Apple от фактически стартапа до IPO прошел путь за 4 года. И сейчас эта компания с капитализацией почти 600 миллиардов долларов, что интересно, сейчас все знают про проблемы в еврозоне. Вот буквально вчера я узнал, что по капитализации суммарной Apple превышает суммарную капитализацию Испании и Греции в данный момент, что тоже очень показательно. Меня, если честно, этот масштаб удивил. Ну, тоже достаточно успешный кейс Google, который тоже сделали IPO в 2004 году, сделали тоже непохожим для всех стиле, когда, по сути, они исключили из процесса инвестбанки и привлекали напрямую через интернет-продажи подписчиков на свои акции. Ну, собственно, примеры такие стали появляться не только в Штатах, но и у нас в России. Есть две компании, которые торгуются на нашем сегменте. Это компания R&T, которая, собственно, прошла, по сути, классическую всю цепочку от стартапа до двух раундов венчурного инвестирования со стороны венчурного фонда ВТБ. Ну, и, собственно, в 2010 году привлекло порядка 10 миллионов долларов на нашей площадке. Компания после этого выросла более чем в два раза по выручке и, собственно, достаточно успешно развивается. И последний такой из прошлогодних кейсов – это компания UTNET, которая тоже достаточно быстро прошла этот путь от начальной стадии до публичности. В 2010 году компания стоила 10 миллионов долларов, в 2012 она стоит почти 100 миллионов долларов и является публичной торгуемой компанией. Опять же, вот эти два кейса, они чем хороши? Тем, что показывают, что все-таки успешные IPO, и, наверное, это больше относится к предыдущему докладу Николая, они происходят тогда, когда есть квалифицированный инвестор, фонд, находящийся в капитале компании. В данных случаях были фонды WTB и IQ One, которые, собственно, проделывали достаточно большую работу по настройке корпоративного управления, отчетности в компании. Это, в общем, вот эта вот private equity и венчурная стадия, она зачастую необходима для того, чтобы компания доросла до публичного уровня. Да, прошу прощения, тут все съехало. Собственно, да, у нас размещаются эмитенты не только открытое акционерное общество, но и ZEPIF, и вот был представитель FINAM, у нас одна из таких историй успеха, это, собственно, фонд FINAM IT, который упаковал несколько интернет-проектов еще в 2007 году и вывел их на торги, привлек тоже вторичных инвесторов. И вот с той поры, собственно, стоимость PAI выросла почти в шесть раз. Тоже достаточно интересный инструмент PAI ZEPIF, да, то есть это, в общем, возможность структурировать ранние проекты и привлекать инвестиции в некий набор активов. Собственно, что позволяет наша площадка, это привлечение инвесторов, у нас достаточно широкая инвесторская база, большая ликвидность, что у нас встречает от площадок аналогичных на Западе, это достаточно большая доля розницы и высокая вторичная ликвидность. То есть у нас где-то там, если сравнивать с AIM и с OMX, у нас где-то раза в два выше ликвидности и объем торгов. А это, собственно, такой постоянный источник денег, который можно использовать, выйдя на торги. Ну и, собственно, ряд других преимуществ. Это получение торговых акций, это, собственно, тоже как некий инструмент для дальнейшего развития. При проведении сделок МНИ, при получении различного банковского финансирования, соответственно, появляется объект залога и, собственно, снижает ставки при лечении кредитных ресурсов по более низким ставкам. Собственно, о чем мы даем? Мы даем некое позиционирование в общем списке ценных бумаг, торгуемых на российской бирже. У нас помимо поддержки со стороны биржи и тех усилий, которые мы делаем, а это поддержка со стороны маркетинга, пиара, то есть в ходе размещения, что для небольшой компании очень важно, у нас достаточно активно идет сотрудничество со всеми институтами развития. У нас те проекты, которые к нам выходили зачастую, потом обращаются за дальнейшей поддержкой и получают финансирование со стороны Роснано. У нас уже пять проектов совместных с Осколково, когда Осколково дает грант проекту, проект в дальнейшем выходит на IPO и привлекает, собственно, финансирование частных инвесторов. Таким образом получается такое софинансирование. Ну и, собственно, у нас достаточно большая работа ведется по поддержке малых компаний и малого среднего предпринимательства. Собственно, у нас в прошлом году появился первый кейс, когда компания, выйдя на рынок, получила компенсацию 50% затрат в размере 5 миллионов рублей, что тоже, в общем, достаточно интересно. Мы этот опыт, не сами выдумали, это опыт Евросоюза. Там есть аналогичные площадки, которые созданы, собственно, для IT, для интернет-компаний небольших. И там государство поддерживает вот эту вот публичную активность за счет компенсации части издержек. Теперь такая программа возможна и у нас. Ну и, собственно, в прошлом году мы запустили индекс МВБ-инновации. Это тоже некий такой бенчмарк, который позволяет, войдя туда, тоже расширить свою инвесторскую базу, потому что, ну, есть институциональные инвесторы, которые смотрят на индекс и формируют свои фонды в соответствии с составом этого индекса. Собственно, сейчас у нас 24 компании, суммарная капитализация почти полтора миллиарда долларов. Разные сектора, в основном это интернет, IT и медиа. То, что наиболее востребовано инвесторами. Ну и, собственно, мы тоже являемся частью, наш сегмент, вот этот рынок инноваций инвестиций является частью биржи. Мы достаточно активно развиваемся, у нас в прошлом году завершилось объединение двух площадок, и, собственно, сейчас мы входим в топ-20, а цель – войти в топ-5 к 2015 году. Ну и где-то свыше триллиона у нас совокупный объем торгов, это где-то порядка 5-6 миллиардов в день. То есть это та ликвидность, которая доступна, в том числе и небольшим компаниям. Ну и больше 780 тысяч частных инвесторов, тоже достаточно такая весомая цифра, которая позволяет привлекать инвестиции и, собственно, поддерживать ликвидность. На этом все. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, рад ответить. Спасибо. Спасибо, Денис, за интересный доклад. Пожалуйста, вопрос. Есть вопросы? Хорошо, можно я задам вопросы. Сейчас, соответственно, про программу, государственную программу поддержки компаний, которые выходят на публичный рынок, было сказано. Соответственно, что нужно, какие критерии компании необходимо выполнить, требования, для того, чтобы получить вот такую субсидию? Ну, критерии есть формальные, они прописаны в требованиях Минэкономразвития. Это критерии отнесения к малому и среднему предприятию. То есть это число сотрудников меньше тысячи. Меньше миллиарда оборотов и отсутствие крупных иностранных инвесторов в капитале. Вот, собственно, у нас такая компания, которая занималась плазменными технологиями из Москвы, вот она получила вот эту компенсацию, подпадала под эти все критерии. Но пока вот эта программа, она точно абсолютно работает в Москве. И вот сейчас запускается в Питере, остальные регионы, мы тоже с ними ведем переговоры, там, ну, тоже как бы в процессе... Спасибо за ответ. Итак, следующее выступление мое. Собственно, пожалуйста, включите презентацию. Я продолжу тему, которую начал Денис. Расскажу немного про зарубежный опыт размещения акций интернет-компаний на фондовых биржах. Михаил, да, включите презентацию, пожалуйста. Ярослав Вахитов, ЕФС. Так, это Павел Шинкаренко, Синишаль. Так, ну давайте я начну потихоньку. Значит, в 2011 году произошло большое количество IPO известных интернет-компаний. Среди них такие компании, как Яндекс, Линкедын, интернет-радио Пандора и так далее, которые привлекли достаточно существенные суммы на дальнейшее свое развитие. Ну, суть в том, что эти компании выходят на рынок, они достаточно крупные, у них большие обороты, они имеют капитализацию в миллиарды долларов. Но, тем не менее, я провел анализ компаний из Европы, из Азии, из Америки и нашел, что есть на самом деле достаточно небольшие интернет-компании, которые тоже торгуются на фондовом рынке. И, в принципе, это возможно, да, то есть для небольших компаний выйти на фондовую биржу со своими акциями. С презентацией там, Михаил, что? Ну, собственно, как я сказал, можно иметь небольшую выручку. Вот я смотрел, в том числе из Польши есть компания с выручкой, скажем так, на уровне нескольких миллионов долларов, которые выходили на варшавскую биржу, делали как небольшие мини-айпио, так и частные размещения. Соответственно, получили публичный статус и получили импульс для дальнейшего развития своего бизнеса. Есть компании, которые занимаются и цифровым контентом, и просто разработкой сайтов, каких-то систем стимулирования сбыта. Так вот, ну, собственно, вот здесь на этом слайде приведены данные по IPO крупных компаний, которые произошли в прошлом году. Как мы видим, некоторые из них выросли. Вот, в частности, LinkedIn неплохо выстрелила на 125%. Цена поднялась с момента размещения акций. Яндекс торгуется примерно на том же уровне, плюс 6%. Группон сильно просел на 37%. И интернет-радио Пандора на 48%. Соответственно, это говорит о том, что при размещении акций была сделана не совсем правильно, адекватная оценка. Потому что существует такой конфликт интересов между акционерами и инвесторами. Собственно, вот хотел привести данные по паре последних IPO, по паре последних IPO интернет-компаний. В частности, очень интересный пример. 4 апреля разместились на токийской бирже акции компании АТИАМ, Инк, которая занимается разработкой и дистрибуцией цифрового контента. Соответственно, очень успешно IPO было. Компания выросла буквально за 2 недели с момента IPO. Компания выросла более чем в 2 раза. Также об интернет-мании к интернет-компаниям среди инвесторов подтверждает тот факт, что в настоящее время открыта книга заявок на покупку акций китайского онлайн-СМИ People's Daily. Когда они только начинали делать премаркетинг, они говорили о привлечении суммы в размере 84 миллионов долларов. В ходе премаркетинга они в 3 раза увеличили эту планку. То есть существует очень большой спрос со стороны инвесторов на такие виды активов. На следующем слайде приведена информация, как раз я говорил о небольших компаниях. Например, мы видим, что есть компании из Польши с капитализацией как 24 миллиона долларов, так и около 500 тысяч долларов. Это буквально 15 миллионов рублей на наши деньги. С выручкой, соответственно, начиная от 118 тысяч долларов. Это имеется в виду годовая выручка. Это компания, предоставляющая услуги в сфере управления репутацией. И, кстати, у них очень неплохая рентабельность, очень хорошая динамика роста. Также есть небольшие компании из Франции, Финляндии, Сингапура и Великобритании с капитализацией до, скажем так, около 5-10-15 миллионов долларов. Собственно, это я к тому, что на самом деле нет ничего сверхъестественного в том, чтобы выйти на фондовую биржу и начать торговаться с такими же компаниями, как «Газпром», «Мосэнерго», то есть такими известными публичными компаниями. Все это вполне реально и возможно. И опыт зарубежных стран это подтверждает. Что касается расходов, учитывая то, что начала действовать программа субсидирования расходов по выводу компаний на фондовую биржу, на рынок инноваций, инвестиций. Здесь приведены эти, ну, такие ориентиры, скажем так, даны на этих расходов. В принципе, до 5 миллионов рублей вполне можно уложиться для размещения в размере, скажем, от 100 до 150 миллионов рублей. Вот, в принципе, я два слова сказал. Спасибо за внимание. Буду рад ответить на вопросы. Но, я думаю, лучше по итогам этой сессии, потому что сейчас у нас жесткий график. Соответственно, я передаю слово Павлу Шинкаренко, генеральному директору юридической компании «Синишаль». Павел, Синишаль-Нейман. Павел расскажет более подробно о том, как создать интересную, инвестиционно-привлекательную юридическую структуру для того, чтобы привлечь инвесторов. День добрый. Меня зовут Павел Шинкаренко. Я представляю юридическую компанию. А, собственно, и доклад мой будет на юридическую тему. Но при этом постараюсь, чтобы вам было не очень скучно. Смотрите. Давайте первый слайд сразу. А я пока возьму кладку. Во, отлично. Смотрите. Вот Николай уже затронул такую тему о использовании нерезидентных компаний при инвестировании. И все мы с вами, если посмотрим на большинство инвестиционных фондов, мы увидим, что резидентов Российской Федерации среди них, ну, если есть, то не очень много. А тех, которые занимаются в интернет-бизнесе, ну, в общем, единицы. В основном это нерезидентные корпоративные структуры. Хотя имеют какое-то отношение к нашей стране и работают на нашем рынке. Смотрите, почему. Здесь наше законодательство и наше право немножко проигрывает праву Британии, праву континентальному европейскому и праву США по некоторым очень важным и ключевым моментам. Первый из них связан с тем, что есть такое понятие акционерное соглашение. Если просто, у компании, когда есть несколько участников, они между собой могут о чем-то договориться. Так вот, британское право в этом плане говорит, да договаривайтесь о чем угодно. Вот как вы договоритесь, так и будет. Вы, главное, закрепите в соглашении свои договоренности. Хотите договориться, как голосовать по тем или иным вопросам? Пожалуйста. Хотите договориться, что один из участников получает долю от прибыли, но не имеет права принимать участие в управленческих решениях? Да, пожалуйста. Что же говорит наше корпоративное право? Оно устанавливает кучу ограничений на все акционерные соглашения. Допускает их только в определенных компаниях, только в определенном объеме. Подразумевается, что есть очень большое количество механизмов обжалования и оспаривания таких решений. Есть довольно большое количество судебных решений, подтверждающих данные тезисы. И это как раз самый явный пример жесткости регулирования законодательства в отношении инвестиционных фондов и компаний, в которые инвестируют эти фонды. Кроме того, наше законодательство, помимо содержания жесткого регулирования, содержит еще и белые пятна. То есть мы закручиваем гайки с одной стороны и не говорим о том, что и как делать с другой стороны. То есть если мы принимаем какие-то законы, то они почему-то начинают исполняться из рук вон плохо. Или не исполняться вовсе. Почему? Да потому что они с одной стороны жесткие, с другой стороны не говорят о главном. И оставляют некоторые пробелы. Или мы не очень успешно перенимаем некий западный опыт. Например, или оставляем какие-то пережитки. Например, хорошо применяемый при Советском Союзе и в Советском праве институт регресса. Очень простой и понятный, когда если к вам предъявили какое-то требование, оно удовлетворено, вы можете с того, кто действительно виноват, потом спросить и взыскать дальше, по цепочке такую ответственность переложить. Но предположим, вы интернет-проект, который контентный, который купил у кого-то контент. Будь то видеофильмы, будь то музыка, будь то что угодно. И вы решили сделать на купленном контенте какой-то свой сервис. Так вот, забота о чистоте контента – это ваша проблема. Любой договор – это означает, что вы, да, немножко подстраховались. Но тот правообладатель, права которого нарушил тот, кто вам продал этот контент, может предъявлять претензии к вам. И вы сначала из своего кармана денежку ему заплатите, а потом уже будете разбираться с тем, кто вам продал. Ничего подобного. Все нормально, право регрессного требования сохранилось, суд учел. А то, что тот, кто вам продал, его уже нет, да, пойди поищи, никого особо сильно не интересует. А вы публичны, видны, и найти вас очень просто, и достать легко. В британском праве есть институт гарантий. Если чистоту этого контента тот, кто вам продал, гарантировал, и он должен быть стороной в этом процессе, вам достаточно предъявить такие гарантии в договоре, и сторона в процессе будет заменена сразу же. В России сделать это проблематично. И это может пугать инвесторов в контентных проектах в частности. Есть масса законодательных нюансов и ограничений, которые приводят к одной такой вот мысли. И о том, что нужно использовать как-то нерезидентные компании для того, чтобы привлекать инвестиции. И если вы посмотрите, даже государственные банки и государственные компании практически все свои крупные сделки проводят за рубежом. Как вы думаете, почему? Да потому что там проще договориться. Там проще договориться о том, о чем ты действительно хочешь. А потом еще заставить исполнить то, о чем ты договорился. Потому что если вы с российским решением суда будете приставать к компании инвестора, который является резидентом, не знаю, Белиза, Сейшел или кого еще другого, то исполнить такое решение суда, ну это надо очень сильно постараться. Потому что никаких особых соглашений, которые бы регламентировали такой порядок, между нашими странами попросту нет. Зато есть хорошие, проверенные, пусть и не дешевые, но довольно быстрые процедуры международного арбитрирования, которые позволяют такие конфликты решать. А еще позволяют сторонам договориться, как же мы будем решать эти конфликты быстро с привлечением какого-то третьего лица, арбитра, группы арбитров. В общем, тезис такой. Вы можете использовать и российское законодательство, можете использовать законодательство зарубежное в инвестировании, можете создавать нерезидентные компании для того, чтобы управлять активами своего проекта, для того, чтобы защищать активы своего проекта. В этом нет ничего страшного, нет ничего тайного. Но при этом нужно понимать, что не все страны, они одинаковые. Если вы слышали часто понятие офшор, да, и воспринимаете его как нечто страшное и загадочное и пугающее, то вы правы только отчасти. Потому что не вся деятельность, которая связана с офшорными компаниями является незаконной. Да, конечно, наша юрисдикция, наша страна с вами имеет, как и большинство стран, ряд ограничений в взаимоотношениях с офшорными компаниями. Но это не значит, что эти офшорные компании вообще никак использовать нельзя. Это делать можно, только не нужно злоупотреблять. И когда я говорю о том, что эти компании офшорные имеют международный статус, упрощена у них взаимосвязь с другими международными компаниями, когда у вас интернет-бизнес, который завязан на международных отношениях, и вам нужно заключать контракты с разными странами, возьмем даже простой классический пример. У вас есть ряд потребителей, допустим, B2B, да, сервис, за рубежом. Вы открыли российскую компанию, хорошо работаете, у вас 28, 30, 100, 30, там, 1030 соглашений с нерезидентными компаниями, и по каждому из этих соглашений есть валютный контроль, есть валютные риски, есть очень большая куча бумаг. Открываете дочернюю компанию на территории Европы, и у вас одно единственное соглашение с вашей дочерней компанией, а все остальные соглашения вы уже делаете по британскому праву, по континентальному праву, и имеете серьезное уменьшение административных затрат, и, соответственно, серьезный прирост в вашей дальнейшей инвестиционной оценке. Есть еще понятие «оншор», да, то есть, о котором вы, может быть, слышали, может быть, нет, но скажу кратенько. Если «офшор» — это страна, в которой, ну, если, сказать по-честному, нет налогообложения, то есть оно есть, но оно присутствует в какой-то фиксированной сумме в год, примерно так вот скажем, и данные о владельцах компании не раскрываются без желания самого владельца компании, то «оншор» — это просто юрисдикции с низкими ставками налогов. Самые классические примеры «оншор» — это Швейцария, это Кипр, это Люксембург, Голландия, Британия. Список довольно длинный. И поэтому, когда вы принимаете решение создать нерезидентную структуру в вашем бизнесе, необходимо понимать, для чего и как она будет использоваться, и привести эту структуру в такое состояние, чтобы вам удобно было работать и на российском рынке, и на международном, и это точно повысит вашу капитализацию и ценность в лице любого инвестора на любой стадии развития вашего проекта, и, кроме того, позволит вам еще до вступления в взаимоотношения с инвестиционным фондом уже наладить корпоративную структуру и уже выстроить определенный корпоративный документооборот и составить аудируемую схему. Причем, когда я говорю слово «схема» или слово «оптимизация налогов», я подразумеваю использование только абсолютно законных методов, приемов и способов оптимизации налогообложения. Я уверен, что в этом зале, ну не половина, но треть, оптимизируют свое налогообложение, причем законно. Используете упрощенную систему налогообложения, вы уже оптимизируете налогообложение. Вам государство дало инструмент, дало право и дало возможность. Почему ей не пользоваться, если это не запрещено? Собственно говоря, подведя такой вот маленький итог к своему выступлению, я хочу сказать о том, что если вы планируете привлечение инвестиций, то очень хорошо иметь отлаженную структуру корпоративного управления, владения активами, и очень хорошо еще эти активы оформить. То есть, чтобы у вашей компании действительно было какое-то право на что-то. Чтобы не получилось так, что есть интернет-компания, у которой на балансе стол, стул, табурет и два секретаря, ну это я так, да, а весь интернет-проект висит в воздухе. Программного обеспечения нет, кто его создавал, писал, непонятно. Доменные имена вообще на жене директора или учредителя, никакого оборудования, хостинг платим вебмонями, с какого-то непонятного кошелька, да, зарегистрировано на физлицо, которое никакого отношения к компании не имеет, и так далее, и так далее, и так далее. Вот ценность такой компании моментально падает, потому что эту компанию покупать нет никакого смысла. Потому что покупая такую компанию, вы покупаете табуретку. А все, что за рамками, все, что действительно имеет стоимость, к этой компании не относится. Вот прежде чем вы будете привлекать какую-либо инвестицию, сделайте так, чтобы инвестору было что покупать. Чтобы он видел, что вы обладаете тем, что продаете. Что не продается какое-то пустое юридическое лицо, непонятно чем занимающиеся. Пусть даже у вас колоссальные показатели по рентабельности, колоссальные показатели по доходности, по EBITDA, в общем, что бы это ни было, сначала нужно начинать. А начало это оформление прав на активы и оформление корпоративной структуры и создание аудируемой абсолютно прозрачной легальной и законной схемы. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы, если есть. Да, пожалуйста. Смотрите, моя рекомендация в том состоит, что сначала нужно оформлять программное обеспечение. Хоть в России, хоть за пределами России. Это делать нужно. Нужно это делать за пределами России, когда у вас есть реальные еще финансовые какие-то потоки, или реально используются какие-то международные структуры. Потому что если это просто так, чтобы лежало где-то далеко, то это не всегда эффективно. Нужно убивать как минимум двух-трех зайцев этим выстрелом. Иначе нет смысла в этом. На ваше оборудование придется. Хорошо, спасибо. Давайте, да. В общих чертах? Хороший вопрос. Вы знаете, это очень сложный и простой вопрос одновременно. 7 тысяч рублей в час стоит консультации. А если говорить об оценке проектов и стоимости наведения порядка, то это от 10 до 120-130 тысяч долларов. Где-то так. В зависимости от того, сколько ошибок вы наделали, и какие последствия от них могут быть. Так, ну давайте мы уже после секции, хорошо? Тет-а-тет обсудим, ладно? Потому что у нас достаточно жесткий график. Итак, мы переходим ко второй части. Соответственно, у нас начинает, берет слово Алексей Бородкин, организатор антипремии Рунета, с небольшим вводным словом выступит. И, соответственно, дальше у нас будут примеры финансово успешных и интересных проектов. Пожалуйста, Алексей. Здравствуйте, братья и сестры. Я, с вашего позволения, с вами поговорю чуть поближе. Меня зовут Алексей Бородкин, я являюсь организатором антипремии Рунета. Это, пожалуй, единственное на нынешний день более-менее серьезное мероприятие, которое посвящено несерьезной альтернативной части нашего Рунета. И наша премия, несмотря на название антипремии, сразу все спрашивают, это у вас золотая малина, это у вас там что-то такое, опять будет кидаться грязью во все подряд. Нет. Наше мероприятие, оно посвящено как позитивным разным проявлениям вот этого альтернативного Рунета, так и негативным. Что же это такое, вот этот альтернативный Рунет или то, что мы называем андерграунд Рунета? Это такой, знаете, альтернативный Рунет, про который обычно не принято говорить на серьезных конференциях, на серьезных мероприятиях. Обычно про него пишут на задних страницах каких-нибудь региональных газет, обычно в комическом таком ключе, и то и вообще в комических рубриках, не посвященных вообще информационной технологии. И при этом у массовых, скажем так, потребителей, массовых пользователей создается иллюзия, что есть вот интернет, в котором царствует Google, в котором царствуют серьезные социальные сети, в которых царствуют серьезные проекты. И есть малопонятный какой-то детский интернет, где люди прожигают время, балуются, играют в какие-то там детские игрушки, и вообще не заслуживают никакого внимания. Все это юмор, потеха и сплошной цирк. Это не так. Андерграунд Рунета – это очень альтернативный, то есть, повторяюсь, Рунет, это очень важная часть Рунета, на которую надо обращать внимание в том числе инвесторам, в том числе людям с деньгами, в том числе людям, которые хотят поддержать проекты, которые в будущем станут успешными. Давайте посмотрим, из чего состоит Андерграунд. Он состоит из двух, на самом деле, частей, но они очень условно и перетекают друг в друга, но можно выделить две части. Первая часть – это, скажем так, ресурсы, о которых не расскажешь в приличном обществе. Они действенны, они задают тренд массовому Рунету, но при этом заикаться о них не приходится в серьезных местах, как я уже сказал. Если обобщить, то к ним относятся торренты, к ним относятся различные так называемые сайты, посвященные интернет-юмору и так далее. Как правило, также к ним относятся неформальные социальные сети, кстати, очень интересный феномен, который впоследствии сильно выстрелил. Как правило, роль вот этой части Андерграунда Рунета очень интересная. Этот сектор Рунета выступает в роли некого мемогенератора, то есть структуры, которые создает мемы, которые адаптируют западные мемы к Рунету, и эти мемы расползаются потом по всему Рунету. Люди об этом говорят, люди об этом думают, и это создает лицо того интернета, который не относится к серьезным корпоративным вещам. Вторая часть тоже очень интересная. К Андерграунд Рунету относятся ресурсы, которые являются неформатными и выбиваются из общего ряда серьезных проектов. И, как правило, люди тоже относятся к ним с очень великим подозрением, потому что, понятно, у нас есть поисковик, у нас есть социальная сеть, у нас есть некий социальный проект, который понятно, как работает. А когда люди приходят с проектом, который даже осмыслить очень сложно, и сложно разместить в своей голове, естественно, у инвесторов возникают серьезные сомнения, серьезные вопросы, и эти проекты очень часто заворачиваются по причине своей непонятности. Роль вот этого всего Андерграунд Рунета на самом деле при всей его непонятности, при всей его недооцененности очень велика. По сути, Андерграунд является таким коллективным, бессознательным нашего Рунета, и большинство проектов, которые он рождает, конечно же, умирают зародыши, потому что там рождаются самые экспериментальные, самые буйные, самые экстраординарные идеи. Но те идеи, которые проходят через этот фильтр, через этот барьер, они оказываются очень действенными, очень интересными. И Андерграунд может дать инвесторам очень интересные как раз вещи. Сперва скажем о ресурсах, которых, как я уже сказал, не принято упоминать в приличном обществе. С одной стороны, они являются чем-то необычным, чем-то неформатным, но с другой стороны, они начинают выползать в мейнстрим. Например, вспомним Bashork. Он не так давно был просто плоть от плоти андерграунда. Тем не менее, сейчас он у всех на слуху, он всеми котируется. Есть сайт Workmore, это тоже восходящая звезда, которая, несмотря на то, что он неформатен, нестандартен, он посвящен с точки зрения серьезных людей, всякой чепухе, тем не менее, на него ходят кучи народа. Есть Lepra, есть Doty, которая тоже посещает огромное количество народа. И с точки зрения инвестора, естественно, вернуть деньги, вернуть вложенные инвестиции с них довольно сложно. Но при этом глупо, на мой взгляд, на наш взгляд, организаторов антипремии упускать возможность и не общаться с этим социализированным огромным количеством народа, который участвует в этих проектах, потому что там участвует на самом деле большое количество народа. К слову, вот сказать, даже наша антипремия RUNET, она тоже является довольно таким неформатным мероприятием, но она очень быстро привлекла серьезных партнеров, например, рекламная сеть DirectAdvert, которая нашла возможности правильно с нами контактировать, правильно использовать вот эту подачу и воспользовалась вроде бы несерьезным поводом для хорошей раскрутки своего имени. И, к слову сказать, я всех приглашаю участвовать в нашей осенней антипремии или приходить к нам в гости, или если захотите как-то поучаствовать вместе с нами, создавать этот праздник жизни, мы будем только рады. И, наконец, есть вторая группа проектов, которые когда-то были маргинальными, когда-то были непонятными, когда-то были неукладывающимися в голову, но которые стали успешными, причем стали успешными без привлечения сторонних инвестиций. Сегодня мы расскажем вам о двух таких проектах. И первый проект, он действует во вселенной Second Life. Возможно, кто-то из вас знает, что это. И об этом расскажет Олег Бородкин, генеральный директор компании Earn2Life, который занимается этим проектом. О первом виртуальном IPO, проведенном в виртуальном мире за реальные при этом деньги. Здравствуйте. Как Алексей уже сказал, меня зовут Бородкин Олег. Я генеральный директор и основатель компании Earn2Life, которая работает в Second Life. В принципе, я здесь являюсь представителем, наверное, двойного андеграунда, потому что компания, которую я представляю, о которой буду говорить, она перешла из полуандеграунда и чего-то такого частично непонятного в бизнес, о котором сейчас рассказывать очень тяжело, потому что его очень трудно понять. Сейчас я попробую это сделать. Так, а можно мне переключалку? Итак, сначала немножко расскажу про Second Life для тех, кто не знает и кто не в курсе. Second Life – это трехмерная виртуальная платформа, трехмерный виртуальный мир с широкими возможностями для создания трехмерного контента самого разного плана. В принципе, этот мир не является ни игрой, ни чем-то подобным, это только платформа. Платформа, предоставляющая физику, предоставляющая возможности программирования, социальное взаимодействие между пользователями. Основной особенность Second Life, которая обеспечивает как грандиозные достоинства этого проекта, большого проекта, так и его недостатки, это полное отсутствие каких-либо целей, миссий или всего того, к чему привыкли люди в играх. По сути, когда человек приходит в Second Life, он приходит туда как в трехмерную игру, и он уже привыкший к трехмерным играм. Так как эта среда и этот мир не являются игрой вообще, то он не находит там ни миссий, ни заданий, ни квестов, которые можно выполнять, и это очень сильно препятствует развитию проекта вообще. О других препятствиях я чуть позже расскажу. В то же время весь мир Second Life создан самими пользователями. То есть для его создания в компании-основателе они прикладывали минимум труда. В частности, на двух скриншотах, которые есть, это представлены объекты, которые какие-то энтузиасты для своих целей построили. То есть, например, это Бруклинский мост, какие-то красивые места, все, начиная от ландшафта и заканчивая обстановкой в зданиях, это все создается самими пользователями Second Life. Помимо этого, в Second Life есть внутренняя валюта, которая имеет достаточно устойчивый курс к доллару. И все создаваемые объекты в том или ином виде можно продавать и покупать. Собственно, вот эти два фактора, создаваемый контент и то, что этот контент можно продавать, и делают Second Life тем, что оно есть. Люди делают контент, продают его другим людям, те на этой базе основывают какие-то свои собственные проекты, например, какие-то внутренние игры или социальные сети. И это все таким образом и работает. В частности, в основном Second Life является развлекательной средой, поэтому в нем очень много, во-первых, клубов, и во-вторых, магазинов, которые позволяют пользователю настроить свой внешний вид. Это основное, чем занимается, а от этого все уже пляшет. Как я познакомился с Second Life, как я начал им заниматься, про него очень много писали в 2007 году. Это была тема горячая, и писали в онлайновых изданиях, в оффлайн, и стало просто интересно посмотреть, что это и к чему. Изучение этого мира хватило не бизнес-целями, схватило, наверное, на месяц, потом стало интересно, стало понятно внутренней механикой, и стало интересно, как его можно задействовать. пользователей в Second Life достаточно много, и у всех пользователей в основной массе есть два фактора определяющих. Во-первых, этим пользователям нужны деньги, во-вторых, этим пользователям некуда девать свое время, и им хочется участвовать в чем-то большом и интересном. Соответственно, из этого и родилась идея, как можно подойти уже по деловому к Second Life. На тот момент я был техническим директором и совладельцем компании. Сейчас таких компаний стало гораздо меньше, а начиная с 2003 года их было очень большое количество, так называемый заработок в интернете. В двух словах можно это охарактеризовать так, что пользователи ходят по разным сайтам, щелкают на баннеры, за каждый щелчок получают какие-то свои доли центов. Соответственно, мы занимались предоставлением вот таких вот сервисов. Объем был очень большой, пользователей было на тот момент сотни тысяч, и крутились очень большие деньги, потому что рекламодателям было это все очень интересно. Это, повторюсь, с 2003 по 2008 год все было. Соответственно, нам все время нужны были новые пользователи, которые будут ходить, читать рекламу, щелкать на баннеры, и при этом эти пользователи должны быть более-менее живые, чтобы можно было, по крайней мере, показать рекламодателю, что мы живых людей к нему приводим. Тут подвернулся Second Life с его живыми пользователями, которым хочется зарабатывать и которым нужна работа, ну в таких в кавычках работа. И мы вышли в Second Life. Первым шагом была самая простейшая мысль, это пользователей из Second Life вытаскивать на наши веб-ресурсы и уже там их обрабатывать, чтобы они щелкали на баннеры, читали ту же самую рекламу. Этот шаг мы достаточно быстро сделали, технически в нем ничего сложного не было. и это все начало очень эффективно работать. Естественно, тут же появились конкуренты, которые либо увидели, откуда у нас пошли пользователи, либо сами вышли на этот мир. И конкуренция была достаточно серьезной, именно в Second Life. Но отличие нас и наших конкурентов, которое в дальнейшем привело к значительным изменениям, было в том, что конкуренты наши как приводили к себе на сайт, так и приводили. То есть они самую простую модель взаимодействия использовали. А лично мне в тот момент стал очень интересен Second Life как феномен и захотелось его использовать на полную катушку, потому что ощущение было, что потенциал огромный, никто его не использует. Первым делом, что захотелось представить пользователям Second Life, как их привлечь, это создать вокруг них привычную для них среду виртуальную. То есть это по сути виртуальный мир в интернете, трехмерный, со службой поддержки, с банкоматами, с офисами. И на этой основе мы начали разрабатывать именно Earn to Life. Проект очень быстро развернулся, потому что аналогов ему не было. А слова «получи работу в Second Life» действовали просто магически, тем более, когда человек приходил в виртуальный офис, видел там виртуальных менеджеров. И это позволило нам, во-первых, развернуть большую сеть виртуальных дополнительных офисов. Мы запустили франшизу, которую потом продавали успешно, и фактически охватили 100% всех новичков, которые приходили в Second Life. Потому что первый вопрос у них был, как мне здесь получить какие-то деньги. Потом кто-то уходил, кто-то находил другие способы, но через нас проходили практически все, кто приходил в Second Life. Соответственно, росли масштабы деятельности, и те пользователи, которые у нас сначала зарабатывали кликами на рекламе, кто-то из них запускал свои виртуальные проекты. При том количестве пользователей, которые у нас было, это десятки тысяч, сотни тысяч на тот момент, кто-то из них заводил свой собственный бизнес, с ним оставались контакты, и нарисовался очень... Следующий очень фактор важный именно для мира Second Life, это полное отсутствие профессиональных рекламных услуг. были какие-то в Second Life поделки, что-то типа баннерной рекламы, что-то типа рассылок почтовых, но такого, чтобы кто-то пришел и занялся вплотную с Second Life и рекламой Second Life, основываясь, отталкиваясь именно на этой платформе. Этого не было. Причины этому я расскажу позже, почему никто в это не пошел. У нас на тот момент были человеческие ресурсы, были деньги, и лично у меня был очень большой интерес именно посмотреть, что получится в Second Life. Мы этим занялись. Спектру рекламных услуг, которые мы пробовали, какие-то создавали по аналогии с реальным миром, какие-то мы создавали с нуля, потому что там специфическая срая. Спектр был самый широкий, начиная от попыток контекстную рекламу туда притащить, и до внутренних социальных сетей, которые работают по правилам, которые привычны пользователям именно Second Life. Эти все рекламные услуги были направлены на рекламодателей именно в Second Life. А здесь надо отметить, есть очень важный момент, это сопоставимость платежей в Second Life и платежей в онлайне. Скажем, платеж, когда мы работали с онлайн проектами чисто в интернете, естественно, там платеж рекламодателя ну, тысяча долларов, две тысячи долларов, это в порядке вещей, потому что люди заказывают много. В Second Life цены на порядок ниже, и поэтому для рекламодателя заплатить несколько сотен долларов, это бюджет сумасшедший, это уже кто-то очень крутой, значит, Second Life. в основном люди тратят на рекламу, ну, средний такой, средний мелкий бизнес, где-то порядка трех долларов в неделю. И в итоге мы пришли к такой ситуации, то, что заниматься этим интересно, но объем платежей мизерный. Варианта было два, либо отказываться от всего этого, либо находить выход. Выход мы нашли следующим подходом. Мы каждому клиенту, даже если он нам платил, там и доли доллара были такие, кто платил по полдоллара в неделю, ко всем мы к ним относились, как к большим, серьезным клиентам, к большим, серьезным рекламодателям и бизнесменам. И в итоге люди, которые ведут несерьезный бизнес на несерьезные деньги, получают очень серьезные отношения с поддержкой, с личным менеджером, который тратит время. Это позволило нам набрать несколько тысяч клиентов, ну, от мелких до достаточно серьезных в Second Life. И тут случилось, как раз к этому моменту мы подошли к 2009 году и случился финансовый кризис. Финансовый кризис прежде всего отразился на оффлайновых продажах. Они за собой потянули по цепочке онлайновую рекламу и вся шарашка по кликам на баннере и вот этот вот заработок в интернете начала идти ко дну. Мы это тоже почувствовали на наших проектах, которые вели до этого. Конкуренты наши почувствовали, стали закрываться, то есть ситуация была достаточно серьезная. И тут оказалось то, что то, что мы сделали в Second Life, оно всегда было на уровне баловства, но с серьезным подходом. И в этот момент оказалось то, что в принципе Second Life у нас не просто идет где-то сбоку, там, прицепом, а является локомотивом, который в кризис начинает приносить все больше денег, потому что рекламодатели точнее люди, которые занимались каким-то бизнесом в реальном мире, кого-то уволили, у него осталось 100 долларов. Он на эти 100 долларов пошел, Second Life тогда еще был достаточно популярен на слуху, он пошел, эти 100 долларов потратил на рекламу, и вот эти вот мелочи, которые приходили в Second Life, собирали только мы, потому что кроме нас никого серьезного, ни одного, ну я так громко назову, рекламного агентства полного профиля в Second Life и не было. Как в принципе нет и сейчас. И, соответственно, кризис мы очень удачно прошли, и к чему мы пришли после кризиса? После кризиса год назад один из рекламодателей поинтересовался, размещены ли мы на виртуальной бирже в Second Life. Это очень забавный биржа, забавный проект, в котором продаются виртуальные акции, виртуальных компаний за реальные деньги. Роль здесь, никакого юридического обеспечения у сделок нет, принципиально, потому что мир виртуальный. Но деньги люди вводят реальные, и отношения с инвесторами абсолютно серьезные. И мы вывели Earn2Life на IPO. Когда мы освещали это в прессе, получилось полное безумие, потому что, когда приходилось вот это все рассказывать, донести до людей, которые привыкли общаться с IPO, наши, во-первых, масштабы, во-вторых, чем мы занимаемся, было нереально. Тем не менее, интерес был сумасшедший, вот именно в Second Life и к IPO, потому что нас знали все, купить нас хотели все, и IPO у нас закончилось, 40 дней это стандарт для размещения, у нас ушли все акции за 6 дней. Когда мы вторую компанию, как я уже сказал, играет большую роль репутация, поэтому когда вторую компанию я выводил на IPO, следующую свою, акции ушли уже не за 6 дней, а ушли за 22 часа. Они разлетелись мгновенно, и кто хотел, купить сразу, тот купил, кто еще о чем-то подумал, тот уже остался на бабах, уже потом это все покупалось, перепокупалось, и за полгода цена акций выросла в два раза, по одной компании на 75%, по другой компании на 100%. На данный момент мы планируем уже вторичное размещение проводить, потому что явно капитал есть, интерес есть, и у нас новые проекты есть. Что касается масштабов и денег, то в частности Earn2Life мы оценили, долго мы оценивали как можно, виртуальную компанию, мы ее оценили в 100 тысяч долларов, после разговора с владельцами биржи, они очень опасались выдвигать такие цены большие, мы сделали дисконт до 50 тысяч долларов за компанию. Как я говорю, это разлетелось моментом и в основном крупными порциями. Вторая компания, которая чуть-чуть меньше была оценена, ее даже уже брали, по-моему, и несмотря в проспект, который мы очень тщательно готовили, просто чисто на репутации, на задумки. Ну, таким образом, так, сейчас я переключу. Это все вызвало очень большой шум, в частности, ну, два фактора. Во-первых, это сумасшедшее размещение, во-вторых, то, что компания имеет российские корни, и в ведомостях об этом писали, после этого в Коммерсант Деньги была статья, и была статья уже независимо со мной никто не связывался, сами писали Wall Street Journal про российское величайшее виртуальное IPO. Я уже заканчиваю, буквально два слова про Second Life, что можно сказать. То, что Second Life, как она была в 2007 году, когда был к ней интерес, интересной средой с большими возможностями, так она и остается, и эти возможности мы разрабатываем. Почему сейчас об этом речи нет, и почему тишина, собственно, по этой теме, это недостаток. Очень большие промашки компании Lean & Lab, которая управляет Second Life. По сути, проект завис на каком-то этапе развития, я имею в виду Second Life целиком, и постепенно капсулируется, собирая своих пользователей со своими какими-то странностями, и войти туда достаточно тяжело, по причинам, которые я говорил в начале, проект непонятный. Тем не менее, мы в нем успешно работаем, запускаем проекты, которые практически все стали успешными, процентов, наверное, 80-70. И таким образом ушли совсем такой андеграунд, который с удовольствием я вам сейчас и описал. Спасибо. Олег, я в следующий раз предлагаю, когда вы будете делать дополнительную эмиссию, можно сделать двойной листинг на виртуальной, на реальной бирже, на рынке новоцинвестиций. Спасибо. Итак, перед вами был, собственно, пример андеграундного проекта, который не просто себя окупил, который принес прибыль, причем обладая совершенно сумасшедшим форматом, который до сих пор у меня в голове целиком, не укладывается. Еще один проект, о котором мы сегодня вам расскажем, это очень интересный проект буддист.ру, он к буддизму отношения не имеет, но имеет отношение к будильнику. Это социальный будильник буддист.ру, и о нем нам расскажет руководитель этого проекта Грачик Аджамян. Я тебя потерял. Всем привет. Я к вам. Ребята, извините, я буду спиной к вам. Друзья, я буквально два дня назад получил приглашение здесь выступить. Ничего специального не подготовлено, в первую очередь, потому что я слабо понимаю, кто наша аудитория сегодня, и чего вам интересно, что вы знаете, не знаете. Поэтому давайте сначала познакомимся. Я Грачик, проект буддист.ру, вы зал. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто слышали хотя бы раз о проекте буддист. Так, ну, процент в 50, да? Так, процент в 50, окей. Сейчас я тогда для остальных 50 два слова скажу. Буддист – это социальный будильник. Идея в том, что незнакомые люди будят друг друга по утрам. Одни ставят будильники себе, указывают свой мобильный телефон, и в нужное время им звонят незнакомые люди и поднимают им настроение. Вот так это работает. Причем это абсолютно анонимная сеть, то есть никто ничего и номер мобильного не узнает, и там система контролирует, чтобы все вовремя получили звонки. Это коротко так. Окей, вот вы сейчас и слышали идею, а те, кто знают с проектом, скажите, кто хотя бы раз пользовался этим проектом? Во, поменьше. Так. Ладно, а теперь скажите, пожалуйста, кто считает, что это хороший проект? Больше, чем тех, кто считает, кто пользовался. Значит, у нас хороший потенциал еще есть. А кто считает, что это полная глупость? Смелее, смелее. Мало рук, я думаю, остальные стесняются. Мы абсолютно нормально относимся к тому, что люди считают, что буддисты – это глупость. Нам это очень сильно помогает, потому что проект первый в мире, и нас профессиональный рынок не весь понимает, и поэтому меньше клонирует к нашей радости, поэтому мы всегда радуемся этой истории. Давайте я сделаю маленькую-маленькую презентацию проекта, чтобы мы с вами чуть подробнее поняли, что это такое. Чтобы вы понимали, проект у 23 апреля исполнится год, 5 сентября мы запустили его по России. Вот примерно такая история. Это в Соединенных Штатах и Канаде мы запустили наш проект, там он называется «Wakey», и в остальном англоговорящем и других языках в основном мире он будет называться «Wakey» у нас, а в России буддист. Пока что вот такое разделение. Проблема с пробуждением понятная. Мы считаем, что пробуждение довольно сложная, тяжелая, неприятная часть дня. То есть, когда люди просыпаются, обычно они просыпаются не в тот момент, когда хотят. Это значит сразу плохое настроение, угрюмость, за окном темно, а то и дождь идет, и так далее. Буддист позволяет людям бескорыстно, бескорыстно, без каких-нибудь поводов дарить друг другу хорошее настроение. Тебе звонит незнакомец за 50 тысяч километров от тебя и начинает тебе говорить о том, что у тебя сегодня будет классный день, не зная ни твоего имени, ни где ты живешь, ни зачем тебе просыпаться. Просто начинает тебе говорить хорошие вещи, о том, что ему волнует, чтобы ты проснулся, чтобы ты не опоздал, чтобы у тебя день отдался. Людей это вдохновляет. Плохие вещи. Плохие вещи говорят очень редко. На 50 тысяч звонков, где-то 4-5 случаев, что мы делаем? Мы записываем все разговоры, естественно, мы их не слушаем. Если вам не нравится, что вам говорят, то вы прямо во время разговора нажимаете нолик на телефоне, человек забанен навсегда. Модератор потом проверит, и все. Что это нам дает? Это дает то, что хамство на сервисе одноразовое. То есть все знают, что хамить можно один раз, тебя забанят, и потом не разбанят. У нас очень жесткая политика. А номер телефона, каждый раз менять себе новую симку, покупать, не все маньяки решаются. Поэтому база нормальных пользователей растет, а шутников, хамов и так далее почти нет. Что это такое, я сказал. Как это работает, я сейчас скажу. В России есть у нас номер 8800657. Люди звонят на этот номер, и их соединяет с кем-нибудь, кому сейчас нужно проснуться. Вот так работает. То есть одни люди на сайте или в мобильном приложении ставят себе будильник, говорят завтра в 7 утра, а другие звонят на наш 800-й номер, и их система смотрит, кто позвонил, кому сейчас нужно проснуться, и по определенным алгоритмам выбирает идеальных собеседников. Их соединяет. И у них две минуты, чтобы поговорить, может быть познакомиться, улыбнуться друг к другу, и положить трубки. Если вдруг в нужный момент не позвонит живой человек, такое тоже иногда бывает, то звонит наш автоматический робот, его зовут Будя. Он заботливый, добрый, звонит и точно так же будит людей. Но он редко работает. На 10 тысяч будильников приходится 50 тысяч звонков от тех, кто хочет разбудить. Поэтому 40 тысяч раз в день, если там 10 тысяч будильников за день было, 40 тысяч раз в день люди слышат, что сейчас уже будет некого. И огорчаются. Мы сейчас кое-что делаем, чтобы не огорчались. Так, какие фантазии, что мы делаем? Конференц-связь. Есть такая идея, да, это называется просто поболтать, будем соединять, люди просто будут общаться. Но это не главное, что мы делаем. Так, три хороцистические сервисы, очень важные. Во-первых, анонимность. Мы считаем, что мир стал слишком прозрачным. То есть социальные сети, фейсбук настолько всю твою информацию выкладывают наружу. Где ты был, куда ты зачекинился, с кем куда пошел, с кем что ты там делаешь. Слишком много информации. Людям вот не хватает уже обратного пути к тем временам, когда люди на форумах с никнеймами и так далее. Мы решили дать эту возможность. Мы ни о ком, никакую информацию не распространяем. Люди звонят, если вдруг диалог не удался, ну, сложная какая-то такая ситуация, или не удалось, ничего страшного, ты облажался, ты положил трубку, и никто тебе ничего там не скажет, не напишет в соцсети, что ты глупость сказал и так далее. А если люди хотят деанонимизироваться, то мы будем давать им эту возможность. Другая важная часть – это надежность. Вы гарантированно получаете звонок в нужное время. Система контролирует, смотрит, и вас будет, как правило, человеком, иногда вам звонит робот. И третье – это бесплатность. Сервис абсолютно бесплатный, абсолютно для всех. И те, кто ставит себе будильники и получают звонки, и те, кто звонят, чтобы будить людей, они звонят на 800-й номер, и им это бесплатно. То есть, все пользуются сервисом бесплатно. Это такая абсолютно бескорыстная, открытая социальная сервис для людей, которым хочется дарить друг другу настроение. Так, значит, нам 6 месяцев, немножко статистики. У нас 500 тысяч пользователей за полгода после запуска в России. 6 месяцев, мы говорим с даты, когда мы запустили по России, потому что до того был такой тестовый период только для москвичей. 500 тысяч пользователей, 500 тысяч мобильных телефонов и людей, и людей, которыми владеют. На нашем сайте есть кнопка «Мне нравится» в социальных сетях. Вот ее 180 тысяч раз уже нажали люди. На сайте у нас есть блок комментариев, также из соцсетей. Все очень просто сделано. Там люди оставили больше миллиона комментариев, и больше 5 миллионов звонков прошло через сервис за эти полгода. Вот, например, такая статистика, то, что случилось. Как мы собрали за полгода всех этих людей, какой у нас был маркетинг, вот, вот наш маркетинг. Мы ни рубля не потратили на маркетинг. Мы работаем над продуктом, стараемся сделать его интересным, и люди просто о нем рассказывают. Мы ни разу даже не стимулировали людей рассказывать о том, что такое, ну, о том, что пригласить друзей, получил подарок. Мы ничего даже такого не делаем, просто даем интересный сервис. Людям нравится, они рассказывают о нем в социальных сетях, рассказывают о нем вечером там в кафе, и так далее. За счет этого растет сервис. Ну, вот так это выглядит. Давайте я дальше не буду идти, дальше неинтересно. Начинается какая-то бизнесовая часть. Давайте пообщаемся. Можете позадавать вопросы, вот кому что интересно? Давайте. А в чем профит проект? То есть я говорю, давайте не идти дальше там бизнес, и вы мне говорите, в чем профит, да? Окей, да, да, давайте. Вопрос всех волнует. В чем смысл? Нет, смыслов много, но если говорить о бизнесе конкретно, мы создаем полезный, причем на глобальном, всемирном уровне сервис, которым нравится людям, им пользуется все больше людей. Потенциал проекта сложно переоценить. Если мы посмотрим на рынок, сейчас живой, вот там выручить 5 тысяч долларов с 10 тысяч пользователей, это не самая главная задача. Поэтому превратить это все в деньги, это очень легко сделать чуть попозже. Как мы это будем делать? У нас есть 2 основных источника. Будут дополнительные сервисы для пользователей. Например, мы говорили о том, что у нас разговоры длятся 2 минуты. Многим людям этого не хватает. Иногда будет интересная очень беседа, и людям хочется разговаривать дальше, а разговор прерывается. Они будут иметь премиум-канты, на которых можно говорить дольше. И такого рода дополнительные фишки, но это все вторично. Инстаграм продался за миллиард, фейсбук, вы все это знаете. Это правда в том, что важнее создавать полезный, нужный, интересный людям продукт, которым реально пользуются. Превращение в деньги – это вторично. Сложно российским венчурным фондам объяснять это каждый раз довольно болезненно и сложно, но понемногу начинают воспринимать такой подход, и мы идем исключительно таким путем. Как мы различаем полезность и модность? Когда мы это придумали, мы думали… То есть мы что сделали? Мы минимальными силами запустили сервис, чтобы вообще посмотрели реакцию. Мало ли никто это не захочет использовать. Естественно, главный фактор для нас – это залипаемость. То есть насколько человек, пришедший однажды, повторно пользуется этим сервисом. Потому что так-то интересно попробовать узнать, а потом… Да ну. Какая у нас статистика? Когда мы прилетели в Силиконовую долину, рассказали о проекте, нам сказали, ребят, ну непонятная штука, но в принципе вас можно сравнивать с соушал-геймингом. Вот в соушал-гейминге люди через 5 недель после регистрации, 2% людей продолжают им активно пользоваться. Мы после этого посчитали, сколько у нас, но через 5 не получилось, мы через 8 недель посчитали, еще дольше. Через 8 недель у нас сервисом пользуется 26% пользователей. И так далее. Показатели. Средний пользователь на сервисе за месяц делает 40 звонков. То есть есть статистика фактическая, которая говорит о том, что люди этим пользуются. Мы можем спорить идеологически, что это глупость, смешно и так далее. Есть факты. И я могу в личной беседе, можем просто вот вдаться немножко в философию и подумать, почему это должно быть, почему люди должны этим пользоваться больше, чем просто игрушкой. Ну все, я думаю. Что? Сервис российский. Мы запустили его в Соединенных Штатах и Канаде просто для теста. Он технически там есть и все. Пока что он работает только для россиян. Мы буквально через несколько недель запускаем русскоязычный сайт во всем мире и потом его переводим на все остальные языки. Спасибо. Процент пользователей приложений в айфоне. У нас уже по времени тут сайтнот. Сколько секунд? Три секунды у нас. Три секунды? Я отвечу на последний вопрос. Ну может быть тет-а-тет уже после секции, поскольку у нас еще есть программа. Друзья, меня выгоняют. Пожалуйста, если вам что-то еще интересно, подходите, я с удовольствием пообщаюсь с вами. Спасибо. Спасибо, Грачик. Мы двигаемся дальше. И вот этим блоком из презентации двух проектов, которые уже состоялись, которые набирают обороты, вот этих двух сумасшедших на первый взгляд проектов, мы хотели показать, что андерграунд Рунета дышит, ему можно доверять, и в конце концов другого Рунета у нас нет, и с этим Рунетом тоже надо работать. Спасибо. Спасибо. Итак, у нас сейчас по плану презентации проектов. Я приглашаю Вячеслава Петрова, руководителя туристического онлайн-сервиса термису.ру. Итак. Михаил, включите, пожалуйста, презентацию. Вячеслав Петров, моя презентация там есть. Еще раз повторю, Вячеслав Петров, я руководитель проекта Турбису. Проект, как здесь написано, это первая в онлайне эмоционально ориентированная система покупки туров. Достаточно путанное заявление, но о нем я чуть позже расскажу. Для начала я хотел бы представить... Куда надо нажимать? У меня почему-то не тыкается. Можно второй слайд? Для начала я хотел бы рассказать о команде. Команда проекта – это 8 человек. Я один из них, я руководитель. Также в команде есть Константин Занегин, который предприниматель с большим опытом. Он закончил академию предпринимательства российского. Продал, собственно, два больших стартапа, выручил деньги. Сейчас он в нашем проекте. В проекте также есть специалист по СММ, маркетингу и пиару Григорий Луговой. Этот человек работал с большим количеством брендов в IT, телекламе и туризме. Это такие бренды, как Motorola, iGlobe и многие другие. Соответственно, я имею больше опыт в продажах, в маркетинге сравнительно небольшой. Есть опыт в аналитике, есть опыт в предпринимательстве. Я работал в компаниях частного сектора, работал в крупных монстрах, корпорациях, таких как группа МДМ, Еврохима, энергоаудит контроль. То есть это компании энергетики, компании IT, инжиниринговые компании. Соответственно, сегодня мы занимаемся этим проектом. И ради этого проекта я уволился из компании энергоаудит контроль. Бросил достаточно перспективный денежный проект, связанный с МОСЭНЕРГО. Что еще раз? Да, теперь о проектах. Но вот, к сожалению, слайды не листаются. Михаил, можно второй, третий? А, вот. Наконец-то заработала презентация. Так, я давайте тогда сразу перейду к преимуществам. Первое, по большому счету, подразумевает некую уникальность. Первое в онлайне, да? Соответственно, уникальность – это ряд преимуществ, и об основных я расскажу сейчас. Полная онлайновость – это то, что предполагается. Что такое полная онлайновость? С точки зрения потребителя, полная онлайновость – это полный цикл его поездки. Это, начиная от первого контакта, от его попытки выбрать направление, и заканчивая покупкой этого тура, заканчивая размещением фотографий, рассказом об этом туре, и рекомендацией, может быть, даже друзьям. С точки зрения технологий, мы подразумеваем, что в этой цепочке, в этой истории не будет людей. То есть не будет ангажированности, не будет какой-то неадекватности, непрофессионализма. Будет актуальная, востребованная информация. Вот так как это работает? Как это работает? Давайте я чуть позже приду к отвеченным вопросам. Вторым преимуществом является эмоциональная направленность нашего поиска. Всем, наверное, встречались множество раз всевозможные формы поиска, которые есть в туризме. Это шаблонные формы, и для человека, мне кажется, они не подходят. Вот, ответьте на вопрос. В зале кто-то уже планирует свой отпуск, отдых в этом году? Поднимите руки, пожалуйста. Так, ну, я вижу, что некоторые уже задумались, да? Хорошо. Жены думают. Да, действительно, вы правы в том, что женщины, они в этом плане более активны. Скажите, а вы знаете название отеля или места, в которое вы поедете? Это вопрос к тем, что... То есть, место, отель, да? Нет, нет. То есть, смотрите, есть понимание того, в какую страну вы едете, но нет понимания отеля. То есть, люди, в большинстве случаев, к чему я это веду? Они рассуждают больше своими желаниями. Они рассуждают, какой опыт они хотят приобрести. Соответственно, это люди, это эмоциональные существа, да? Я не открыл ничего нового. И, соответственно, простое общение с интерфейсом компьютера, который есть сейчас, оно не устраивает. Соответственно, у нас есть решение для этого вопроса. Наш поиск, он уникален и он эмоционален. Третье преимущество – это акцент на контент. Мы видим в этом ключевую ценность нашего проекта. Есть много контентных ресурсов. Я думаю, что все вы сможете назвать несколько. Ну, например, мир афиши, да, или тонкость туризма. Есть также продающие сайты. Их еще больше. Это Anywhere, Anyday, Островок и еще куча разных всяких. Я уверен, что все вы знаете их. Но сайтов, которые содержат два подхода – контентный и продающий, их очень мало. И в большинстве случаев речь идет о конструкторе. Конструктор, который позволяет вам отдельно купить авиабилеты и отдельно забронировать место в гостинице. Сайтов, которые считают все два подхода – контентный и продающий, в области пакетных туров нет. Несмотря на то, что контент для турпутевки – это, мне видится, основная составляющая для принятия решения о выборе этого тура. Теперь я хотел бы сказать о том, где мы находимся. В настоящий момент… Вячеслав, две минуты буквально. Две минуты, хорошо. Где мы находимся и куда мы идем? Back-office – это некий набор, некий специальный софт, который позволяет обрабатывать этот контент. Back-office у нас готов. Соответственно, мы уже начали собирать базу данных по курортам, странам, достопримечательностям, отдельным каким-то событиям. То есть подготовлена обширная база данных. Есть ключевые договоренности с ключевыми игроками рынка. Треть из них уже дала нам свой тестовый доступ к информации. Речь идет о туроператорах и агрегаторах. И, наконец, на прошедшей неделе мы закончили прототип. Этот прототип пока в закрытом тестировании. И мы его демонстрируем в основном своим партнерам. Но ключевая ценность, которая у нас в настоящий момент сложилась, это наш опыт, та команда и тот настрой на реализацию этого проекта, который имеет место быть. Мы, прежде всего, решаем свою собственную проблему выбора и покупки тура. Куда мы, собственно говоря, идем? Мы видим так, что после коммерческого релиза, который планируется через три месяца, в течение пяти лет мы увеличим стоимость нашей компании до 300 миллионов долларов. Это возможно даже при выручке от одной продажи туров, а это не единственное, на чем мы планируем сосредоточиться, в размере 53 миллионов долларов. Свою маржу мы планируем увеличить до 15-20%. В настоящий момент в среднем это 10% за счет кросс-продаж. Если говорить о рынке, то в настоящий момент рынок туров онлайн оценивается в 2 миллиарда долларов. Через 5 лет, то есть к 2016 году планируется в размере 10 миллиардов. Это достаточно скромные оценки, в которых со мной сходится еще ряд экспертов и аналитиков. Вячеслав, я, к сожалению, вынужден... Да, все. И чего мы хотим, ради чего, собственно, мы пришли... Да, буквально вот 30 секунды. Для развития и продвижения нашего проекта нам необходимо 30 миллионов рублей. В принципе, мы готовы рассматривать варианты соинвестирования, начиная от 3 миллионов рублей. Спасибо. Спасибо за презентацию. Так, и... Да, конечно. Давайте мы, может быть, ваши вопросы обсудим, потому как... Давайте вопросы, да, в тет-а-тет. Я готов с вами обсудить и с любым заинтересованным с удовольствием. Мы, к сожалению, уже по времени выбились. Итак, в заключении два слова скажет Святослав Седов по информационному борду. Включите, пожалуйста, Михаил, презентацию. Святослав Седов. Ри-борд. Возможности для непубличных компаний по презентации своих проектов для инвесторов. Ну, мне выпала самая неблагодарная роль, то есть все уже намолились на выход. Тем не менее, я рискнул ложиться в три минуты. Я надеюсь, вот тут сидел Денис, он объяснил, что такое московская межбанская валютная биржа, ну, по сути, плюс РТС. Вот к этой вот большой организации мы частным образом, сейчас я постараюсь пролистать презентацию, чтобы она у меня пролисталась, присторили небольшую приблуду, которая занимается тем, что, собственно, пытается привлечь таких молодых и талантливых, как вы, с одной стороны, со своими проектами, уже которые готовы к инвестиционной фазе, и инвесторов. Вот здесь есть кто-то из инвесторов, может, руку поднимет, не постесняется? Ага, о-о, инвестмент, хорошо. И наша основная задача, вот, собственно, состоит в том, чтобы люди не тратили время на, ну, грубо говоря, на лишние шаги, да, а чтобы, придя на вот эту площадку, ipobor.ru, вы смогли сразу загрузить свой проект, найти людей, которые бы, ну, скажем так, экспертов, которые бы его подготовили, то есть его оформили, предоставили нормальную отчетность, и далее, чтобы к вам уже пришел инвестор, вы смогли с ним договориться как можно скорее. Поэтому те замечательные проекты, которые я здесь видел, всем добро пожаловать на нашу площадку. Надеюсь, что из вас вырастут вторые яндексы, mail.ru и так далее. Спасибо. Спасибо, Святослав. Итак, ну, на этом наша секция инвестиционно закончилась. Большое спасибо за внимание, за участие. До новых встреч. Будем рады пообщаться. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер, друзья. Я скажу пару слов для тех, кто уже пришел на секцию, касающуюся практики дредмартинга. Мы начнем через 12-15 минут. Немножко задержали наши коллеги. Мы сейчас подготовимся и двинем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Еще раз спикеры секции практики дредмартинга. Просьба пройти к столу. Продолжение следует...